вопрос 97 если молодого чит так слышно меня слышно вопрос 97 если молодого человека служащего в храме хотят рукоположить а он не чувствует достаточного опыта то следует ли подождать подготовиться или необходимо подчиниться и положиться на волю божию отвечает игнатий тихонович лапки в нашей книге к истинному православию в главе о священстве дается ответ на этот вопрос святых отцов кратко сказать быть даже средним священником есть подвиг иоанн златоуст говорит о том что чтобы обратить человека к христу а именно это и есть основной талант священника нужны тысячи талантов а для того чтобы крестить не нужно ни одного достаточно быть истинно рукоположенным священником и незапрещенным и незапрещенным у сегодняшних пастырей какие таланты какие основные мысли начинается все с нарушения канонов рукополагают безусых мальчишек а 14 и 15 правила шестого вселенского собора категорически запрещают рукополагать в дьяконы раньше 25 лет а освященники раньше 30 и когда смотришь на них то какое же в них угодничество перед архиерея перед старшими чего изволите с что делается и стыдно и гнусно решившийся стать пастырем должен знать все касающиеся этой должности прочитать раза три шесть слов и она златоуста освященстве ни под каким видом не соглашаться на рукоположение пока не исполнится 30 лет пока не почувствуешь что в тебе горит огонь жажда проповедовать другим день и ночь во время и него время и что ты можешь сказать так про креме 20 глава 9 стих и подумал я не буду напоминать о нем и не буду более говорить во имя его но было в сердце моем как бы горящий огонь заключенный в костях моих и я истомился удерживая его и не мог иногда говорят но хоть какой-то батюшка у нас есть а то никакого не будет и церковь закроется и служить некому будет спрашиваю что лучше когда мы садимся в автобус чтобы выйти пойти пешком зная что водитель пьяный а ехать по горным кручем или пусть хоть какой-то но будет шофер все равно сядем и тронемся яхать добавить хочу разы оси попасть они знают бритый в галстуке сидит как массом последней степени посвящения тысячи перри портил вещей никому пускают вот это православный даже закон не до права тоже у него всегда с собой в кармане нет все нормально когда подумаешь это явно дело враги мы православные кресты лепят ни одного креста на храмах трудно найти просто какие-то вилюшки там нам на резю из священника тоже цветочки напоминающий якобы крест ничего нет почему прямо крест не изобразить четырех конечно вы обратите сами внимание везде куда не глядь нормальный крест вот смотришь там киево пещерской лавры бывает прямой поперечина прямая ничего нету ну какой у христа-то был нет на конца обязательно закруглены что-то там на балдашнике на вершина нижняя там кривая больше чем белки раскинуты и на кладбище такие же кресты а почему разврат как писал свечев разврат умов искажение слова это начало ну давайте пусть едет автобус пьяный мы будем там сидеть иначе как безумие нельзя назвать а меня это не касается они священники они сами знают шопер пьяный пускай он сам знает так относиться к своей жизни а речь идет о спасении души и главное не просто так его как-то наказать до извергнется то есть он извержен и там ни благодати ничего нету согласно канонов а идем все равно заходи все будущий патриарх кирилл до 30 лет даже рукоположен епископы вещь неслыханная но это редчайший уже случай безумия и поэтому такие дела и все смирскими все они икшаются все им угождают позор призерленные как андрей кураев говорит церковь была гонимая мы это знаем историю но чтоб так презираемая была никогда даже говорить не хотят люди папы на каких машинах ездят пьяные сбивает людей и тоже его опять ставят даже нечаянно если задавил смещение кого-то бывает такое сам снимается здесь ничего нету если он женился и она не девственница он не может быть священником женился на артистке не может быть священником они бритые толстомордые пузатые даже внешне это все отвратное для людей мне одна мусульманка пишет наши мулдашки это мулы все почти пузатые такие тоже та же самая беда далее